Для сегодняшнего разбора возьмем притчу о горчичном зерне. Она записана в 13 главе Евангелия от Матфея в 31 и в 32 стихах. Гласят они так. «Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, который человек взял и посеял на поле своем, который хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». При разборе притч нашего Спасителя мы должны особенно учитывать одну опасность, а именно думать, что общепринятое истолкование притчи обязательно должно быть верным. Мы не имеем права подходить к той или иной притче или вообще к какому-либо месту из Слова Божьей слепо, считаясь с обычным о нем понятием. Поэтому необязательно общепринятое истолкование данного текста должно быть верным. Оно может быть таковым, но учение, принятое большинством, не гарантирует его правильности. Никогда не забудем, что общепринятое истолкование ветхозаветных пророчеств о Мессии привело к распятию Иисуса Христа. При столковании Священного Писания, помимо того, что мы должны всегда быть зависимы от водительства Духа Святого, есть общие принципы, которых мы должны придерживаться. Во-первых, мы должны помнить, что во всех учениях Иисуса Христа и вообще Библии существует полная гармония. Во-вторых, мы должны иметь в виду то, что во всех употребляемых Христом риторических фигурах тоже существует полная согласованность. Он никогда не употреблял одну с двумя разными понятиями. Они все употребляются в полной гармонии во всех притчах и потому не противоречат, а наоборот дополняют одна другую. Обыкновенное и общепринятое объяснение этой притчи такое, что, мол, Господь хотел ею предсказать великий успех распространения Царствия Божьего. Почти всегда указывает, что притчей о горчичном зерне, которое выросло в большое дерево, распускающее свои огромные ветви во все стороны, Господь хотел показать полный и окончательный успех Царствия Божьего на земле. Сама история противоречит этому истолкованию и доказывает обратное. Безусловно, рост был феноменальный, но не всегда удовлетворительный. Мы так говорим, имея в виду так называемые христианские страны. Дорогие друзья, таковых стран нет. Покажите мне хоть одну христианскую страну. Я имею в виду христианство, его подлинном значении. Есть страны, которые называют себя христианскими, но это не значит, что они суть таковы. Еще раз я обращаю ваше внимание на тот факт, что во всех учениях нашего Господа существует полная гармония. Заметьте, что в каждой своей притче о Царстве Божьем Христос указывает на то, что в этом веке, то есть во время пребывания Церкви Христовой на земле, будут затруднения, ограничения, противодействия и примеси. Те, которые утверждают, что этими притчами Христос хотел сказать, что Евангелие будет проповедано до тех пор, пока весь мир не обратится, сильно ошибаются. Христос этому никогда не учил. И ни в одной из притч этих вы такого учения не найдете. Как пример возьмем теперь согласованность риторических образов, которые употреблял наш Господь. В них вы не найдете никакого противоречия. Во всех притчах, например, «Сеятель, сеющий семя, является образом Сына Человеческого». «Семя» означает Слово Божие, которое воспринимается человеком, и в результате он делается Сыном Царства. Поле, на котором посеяно семя, представляет мир. А птицы символизируют злых духов, которые похищают добрые семьи. Эти сравнения символических образов с их настоящим значением согласуются во всех притчах. Итак, оставляя всякие предрасположения, подойдем к нашей притче с одним желанием, чтобы она нам сказала именно то, что Господь хочет нам передать ею. И я уверен, что и эта притча послужит нам поучением и назиданием. В этой притче Христос говорит, что горчичное зерно, которое меньше всех семян, выросло до размера дерева. Нормально горчичное зерно никогда не вырастает в размер дерева. Горчица является кустарниковым растением, но отнут не деревом. И если бывает, что она доходит до размеров дерева, тогда такое явление неестественное ей, ненормальное. Господь хотел этой притче сказать, что в нашем веке будет неестественный рост и развитие этого горчичного зерна до величины дерева. Указав на развитие и рост горчичного зерна, которое превзошло пределы натуральной нормы, посмотрим, какими природными качествами обладает христианство. Кротость, смирение, благость, служение – это суть плоды и признаки подлинного христианства. Признаки истинного христианства всегда сходны с тем, который сказал «я кроток и смирен сердцем», и подобны тому же, который сказал «сын человеческий» не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Каждой своей притчей Христос опровергает популярное мнение, что требуется нечто великое и могущественное для произведения великого и сильного. Заметьте, начало Царствия Божия подобно зерну горчичному, меньшему всех семьян. Наш Спаситель является лучшим из всех примеров. Он пришел на эту землю подобно зерну горчичному, младенец в Ифлиемске, родившись в Яслях, живя тридцать лет в неизвестности в незначительном селе Назарете. Начав свое служение с двенадцатью простыми необразованными рыбаками, он, как говорит апостол Павел, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос славу Отца. Это и есть путь Божий. Малое, незначительное, социало отданное Богу Бог сам превозносит. Иисус Христос сам избрал именно этот путь, путь смирения, послушания и, наконец, путь крестной смерти. Но зато Бог, Отец, превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Таков был путь Христов. Христос сказал, «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Но номинальная или видимая церковь пошла другим путем. Она пошла на компромисс с тем, что человеческое, и не последовало социало тому, что Божье. Тут мы видим как раз противоположное к ротости, смирению и служению. Самовозвеличение, превозношение, надменность и властвование. В любой части истории христианства, где это проявлялось, там, можно сказать, развитие было неестественным христианству. Но где истинное Царство Божие, там вы найдете как раз противоположное. Христос сказал, «Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий?» Да, номинальная церковь сделалась величественной и настолько могущественной, что стала гордой, господствующей, вместо того, чтобы смирение служить. Сколько несправедливости было сделанного имя христианства! Припомним, как еще в начале Христос предупреждал своих учеников об этой опасности. Помните его вопрос, «Кто больше в Царстве Небесном?» Христос обнаружил, что у них было стремление к самовозвышению, к влиятельности, к положению и власти. И на свой же вопрос Христос ответил им чудной иллюстрацией, взяв ребенка и сказав, «Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Еще ярче и яснее проявляется учение Христа в Кесаре Филипповой, когда Христос начал открывать своим ученикам то, что ему надлежит идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И тут мы видим, как Петр начинает прекословить Христу, говоря, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Послушайте, как ответил ему Христос, «Отойди от меня, Сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». То, что Божье, это путь крестный, который ведет к воскресенью, к окончательной победе, к жизни, с избытком. То, что человеческое, всегда ищет своих личных интересов, своих выгод, не желая идти Божьим путем и в конечном итоге теряет все, полная утрата. Христос сказал, любящий душу свою погубить ее, а ненавидящий душу свою в мире сем, сохранить ее в жизнь вечную. Уже в апостольской церкви мы замечаем, как вкрадывается человеческое, подобно птицам небесным, укрывающимся и гнездящимся в ветвях дерева. Апостол Петр в своем послании предупреждает, говоря, «Не господствуйте над наследием Божьим», а, оглядываясь кругом, что же теперь мы видим? Господство, насилие, несправедливость, и это делается во имя христианства. «Вместо смирения и кротости стремление к власти, к богатству и славе. Вот вам большое дерево, которое пускает свои ветви, в которых гнездятся эти птицы. Это человеческое, а отнюдь не Божье». Дерево всюду в Писании является символом величия и власти. Царь Новохудоносор тоже был уподоблен дереву большому, высокому, достигшему до неба. Фараон со всею своей властью был сравнен с деревом, высоким и со множественными ветвями. Подобно им и номинальная церковь стала огромным деревом, великой мировой силой, господствующей властью, с которой должны считаться правители мира сего. В результате ветви ее сделали с убежищем нечистых птиц. Как ярко изображено это дерево Лаудикийской церковью, о котором мы читаем в Откровении Яна. Она говорила, «Я богата, разбогатела и ни в чем не имею нужды». Так о себе думала Лаудикийская церковь, богатая, популярная, могущественная власть имеющая, но, увы, свидетель верный и истинный говорит ей, «Не знаешь, что ты несчастен и жалок и низший слеп и наг». Так определил Христос ложную славу, величественность, надменность, богатство и власть номинальной церкви. Возлюбленные можно принадлежать к видимой церкви и не быть чадом Божьим. Этой притче Христос сказал, что будет примесь. Войдут люди в церковь, которые никогда не родились выше. Каждый член церкви должен личным опытом познать царя, принять им его как своего личного спасителя. Принял ли ты его? Или ты довольствуешься тем, что принадлежишь к той или иной церкви? Что мешает тебе принять его? Быть может, подобно лаудикийской церкви, в твоем храме царствует другой Бог, незаконный Бог, а Христос стоит вне. Однажды мальчик вместе с отцом долго любовались чудной картиной Холмана Хонт «Свет мира», изображающей стоящего у двери и стучащего Иисуса Христа. Мальчик, после долгого молчания, смотревшись в картину, вдруг потянул отца за рукав и спросил «Папа, почему они не открывают дверь?» Отец ответил «Не знаю, наверное, оттого, что не хотят». «Нет», возразил мальчик, «не потому, я думаю, что я знаю, почему. Они, наверное, живут где-нибудь в подвале, в скрытой части дома. Почему, мой друг, ты не откроешь дверь твоего сердца? Оттого ли, что ты живешь где-нибудь в подвале? Ты спустился на самое дно и, живя там, ты не слышишь стука в двери твоего сердца? Скажи так откровенно, не оттого ли ты не слышишь стука? Мой друг, Христос все время стучит. Он сейчас стучит, пока ты слушаешь эту программу. Если ты не слышишь теперь его нежного стука, то хорошо прислушайся и услышишь его. О, дал бы Господь, чтобы сегодняшний день стал днем твоего спасения. Фарисеям, самым ярым противником Христа, Спаситель сказал «Царство Божие внутри вас есть». Разве это не удивительно? Возлюбленный, каждая душа человеческая, будь она разбойника на кресте или самого нравственного добродетеля, как Никодима, является потенциальным Царством Божьим. Тебя Господь создал для себя. И до тех пор, пока ты не впустишь законного царя в его царство, в твое сердце, то есть, ты никогда не найдешь истинного счастья. Царство Божие внутри каждого из нас, кто бы ты ни был, но вопрос, царствует ли в нем законный царь, Иисус Христос. А на этот вопрос можешь ответить только ты один. Не отвергай твоего царя, прими его в свое сердце, и ты станешь его сыном и наследником его царства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok